Йоу, друзья! Всем большой привет! Вы на канале I Wanna Buy и сегодня вы услышите самый честный отзыв про Air Force 1, ведь вышел видеоролик на моем канале год назад и споры до сих пор не затихают. И я остался все-таки при своем мнении и давайте вы его послушайте и сделайте выводы. Желаю вам приятного просмотра, мы начинаем видео, погнали! Кроссовки я перед видео специально не чистил, чтобы вы сами увидели, как они выглядят, как они заламываются, как они портятся. Вот такие вот образы они выглядят и, блин, на стол, ладно, поставлю, потом все-таки протру. Что я хочу сказать? Здесь на самом деле более-менее адекватная кожа, за счет чего я сохранил настолько хорошо пару. Вот посмотрите вот на этот залом, он, наверное, единственный прям такой некрасивый и плохой, остальные тут более-менее адекватные. Что я сделал? Я взял на размер меньше, то есть это женский 8 US, 25 сантиметров, если не 24 с половиной. И поверьте мне, они ужасно сильно поджимали первые две недели, наверное. Мне приходилось их очень долго разнашивать, но я их разносил. И скажу вам честно, даже при условии, что они ужасно впритык сидят, у меня все равно началась стираться пятка и появились заломы. Так как же носить эти форсы так, чтобы они остались заломой? Ответ – никак. Они будут все равно заламываться, будут все равно некрасивые и с этим уж ничего не поделать. И именно по этой причине я не особо люблю форсы. Они выглядят неплохо, я не поспорю, но вот просто посмотрите на то, как они испортились. Я чуть-чуть зател там где-то дверь при выходе, и вот такой вот косячок уже появился, очень неприятный, плюс кожа начала трескаться. Я в них всего лишь-то отходил, наверное, начало осени и весну. И все. Можно выбрасывать кроссовки, наверное, хотя я постараюсь, конечно, их очистить. Но меня такой результат вообще не удовлетворяет. И подходим к комфорту. Удобны ли они? Вообще неудобные. Вы скажете, так бери на пол размера больше, будет комфортно. Возможно, если возьму на пол размера больше, то они будут комфортные. Но тогда они еще сильнее заломаются и еще быстрее потеряют свои, так скажем, визуальные свойства. И в этом самый большой их минус. То есть, если вы хотите удобные форсы, то берите на пол размера больше, и они ушатаются у вас очень быстро. А если вы хотите так, чтобы они остались красивыми, относительно, конечно, все это очень относительно, потому что, ну, для такого периода времени, я думаю, что они нормально сохранились. То есть, на пол размера меньше берете и будете страдать с натиранием, и будет дикий дискомфорт, потому что они ужасно сильно жмут и все равно не разнашиваются. Поэтому овердикт таков, какой он был и до этого видео. Не носите форсы, хватит носить форсы, потому что, ну, блин, это же пара недостойная вот, ну, таких вот прям похвал, таких удивлений. Это хорошая классика, которая выглядит неплохо, но ее именно свойства в плане комфорта и износостойкости вообще не стоят наравне даже с теми Стэнсмитами. Хотя Стэнсмит это тоже отдельная история, они тоже очень быстро убиваются. Ну, блин, я не знаю, честно, что сказать, потому что, ну, я разочаровываю. Давайте я посмотрю на вторую пару, что вообще произошло с ними. Вот, а вот тут интересно, во-первых, вот, смотрите, какая пошла деформация. Я надеюсь, видно, вот, вам ее будут так вот закрывать. Деформация просто ужасная. Пошла просто кожа гармошкой. И здесь также, посмотрите, начала отрезкаться кожа. И еще вот здесь начала тоже трескаться кожа. Это разве нормально? Разве за кроссовки, которые отдают 10 тысяч, я хочу видеть такое? Абсолютно нет. Ну и классическая гармошка вот здесь вот тоже, посмотрите, две волны. И здесь одна большая волна, которая просто не оттирается. То есть вот этот вот коричневый след, он в ходе залома остается, точнее, в ходе носки, и его никак уже не стереть. Но вот никакой презентабельности, и в таких форсах уже куда-то выходить стыдно. Конечно, их можно очистить, они будут чуть-чуть светлее, чуть-чуть белее, но эту ситуацию не спасает. Какое решение вижу я в данном случае, если вы реально хотите носить форсы? Покупайте текстильные. Вот и все. Вот это очень простое решение. Покупайте текстильные форсы, и будет вам счастье, потому что они комфортные, они не такие грубые, они не сильно заламываются. И, возможно, они выглядят не так стилево, как белые, потому что белые, так скажем, икона стиля. Но все равно неплохо. Вот все равно неплохо. И, если вы спросите меня, рекомендую ли я вам к покупке форсы, вот как стильная вещь, которая будет хорошо смотреться со всем, рекомендую. Но в плане комфорта, в плане того, как они изнашиваются и ушатываются, вообще ни в коем случае. И вот как раз-таки тут заглянул, да, это женский 8 US, 25 см, то есть на пол размера меньше, чем у меня обычные любые кроссовки. Но я, честно, не знаю, как вот еще мне купить размер так, чтобы форсы на мне сидели адекватно. И я считаю, это такой вот момент, который уже никак не исправить. И форсы, они и есть форсы, они остаются красивые, наверное, хочу сказать, парой, да. Потому что я все-таки восхищался ими первое время, когда все-таки они мне появились, когда все-таки их носил. Но, блин, вот эти все минусы перекрывают плюсы. Так что, даже не знаю, мне прям через такую боль приходится говорить, что я вам их рекомендую. И то только текстильные, кожаные, но не больше. Я вот присматриваюсь все больше и больше и вижу, что вот я в них еще чуть-чуть похожу. И все, до свидания форсы. Они все просто порвутся и на заломах будут дикие такие рубцы. Да, очень обидно. Внешний вид. Я вам показывать не буду, как они сидят на ноге. Если будут там фоточки, просто прикреплю фоточки, посмотрите. Я хотел, чтобы вы просто детально взглянули вот на все эти косяки, на все эти нюансы, как пара снашивается. И давайте же разберемся, да, уже последним моментом, который тоже необходимо обсудить. Как же все-таки выбрать свой размер? Я вам рекомендую прийти в магазин и перед заказом где-то в интернете обязательно их померить. Надеть. И должно быть так, как будто вы в тисках. Как будто вот просто металлические тиски такие жесткие, которые закручиваются еще руками. И вот такое ощущение должно быть. И в таком случае форсы, ну типа не сильно заломаются, потому что я видел случаи, когда они просто в букву ИЖ остановились. Типа и все, и там вообще ничего с ними уже не сделать. Кожа трескается, лопается некрасиво. Поэтому только так вот, только страданиями, болью вы достигнете нормального внешнего вида и не получите никакого удовольствия от носки. Это был самый честный обзор на форсы. Надеюсь, вы со мной согласны. А если вы со мной не согласны, то пишите свое мнение, свой опыт эксплуатации этих кроссовок. Потому что мне интересно услышать, у меня у одного так? Или это у многих такая проблема, что они жутко заламываются, а если брать на пол размера меньше, то они жутко жмут? Вот, ну вот еще раз посмотрите, просто я вам покажу. Вы, конечно, еще все это детально посмотрите. Я отдельно детально все это сниму, но такая себе, конечно, пара получилась у нас, к сожалению. И в инстаграме вы могли видеть фотки в форсах, и кто-то написал, переобулся. Да, переобулся. Сначала я говорил, что это плохие кроссовки, но в итоге вы увидели их у меня на ноге. Но вы их увидели у меня на ноге только потому, что было интересно, за что же их так любят. И у меня есть одно заключение за внешний вид. Больше в них ничего нет. И то этот внешний вид очень быстро убивается и... Увы. Спасибо, что смотрели, мои дорогие друзья. С вами был канал I Wanna Buy. Делитесь этим видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok